Когда я узнала, мой муж уехал в другой город, очень далеко, и у него там образовался роман с коллегой по работе. Когда я узнала, их общему ребенку было уже полгода. То есть я сейчас стараюсь что-то делать. У вас есть дети с ними? Да, два ребенка. Дочка и сына. Дочка и сына. 20 лет, ну, почти 25. Ну, буду дальше. Я молюсь, и я возвращаю его. Да, это факт. И я стараюсь, и пока я не вижу обратной реакции от него. То есть он периодически в Москву прилетает. А здесь не важна обратная реакция. Вы молитесь, сначала успокоить сердце, потом надо уже молиться дальше и устанавливать с ним контакт, ну, чтобы дружить. Дружба должна быть. У нас прекрасные отношения. Но прекрасные отношения с моей стороны, наверное. Нет, 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 вы еще не дошли. То есть у вас вторая стадия пошла, но с его стороны холодно. Сюда нет контакта. Но, говорю, скоро он будет. То есть вы дойдете, и он начнет по-доброму к вам себя вести, относиться. Потом третья стадия – изменение в сердце. И дальше он уже решает, хочет он с вами продолжать жизнь. И с этой… Опять, ему надо дать возможность. Помолиться, судьбу победить и дать ему возможность решать. Когда вы дойдете до этого, вы уже смогли как бы встать на ноги, то есть очень жестко вас судьба бросила на пол. Ну, вы как бы встали, вы бегаете, наверное, да? Уже целый год, как встал, первый раз попал на вашу миг. Начала работать над собой. Да. Убежки, молитвы, все. То есть вы встали на ноги, то есть вы судьбу опрокинули теперь, вы пошли наперекор судьбы. И это нужно для того, чтобы жить просто, понимаете? Это не нужно для того, чтобы обязательно вот с этим человеком все постановилось. Но если говорить о нем, то вероятность высокая достаточно, несмотря на такую уже запутанную ситуацию. Очень. Вероятность высокая, процентов 35-40 уже сейчас, что он может к вам вернуться. Но по мере вашей молитвы эта вероятность растет. Вот. Но даже если он не вернется, то есть вы сейчас уже прошли где-то 45% победной судьбы. Когда вы пойдете дальше, то если больше 50, он начнет с вами нормально общаться. Когда все пройдете, вы будете счастливы в личной жизни. С ним или не с ним, это уже Бог решает. Вот. Надо просто и ваши дети тоже будут счастливы. Все наладить, понимаете? С ним или не с ним пока неизвестно. Известно только одно, что есть только один путь, как тот, к которому вы идете сейчас. Больше путей никаких нет. Не то, чтобы типа устала, пойду гулять. Такого пути нет. Есть путь и победа над судьбой. И причина такого поступка, что сейчас произошло, это даже не он. Это просто судьба, понимаете? Эта судьба вас сломала в жизни. И вам теперь надо вставать, работать с собой, побеждать ее. Но каждый человек должен жить. Каждый человек, вы и все остальные. Поэтому продолжайте свой путь. У вас все нормально. Продолжение следует...